Телеграм-канал Натштаба – любимый источник информации украинских военнослужащих. Здесь публикуют якобы инсайдерскую информацию из альтернативных источников. Военные обмениваются впечатлениями и личными фото. Общение непринужденное и открытое. Но безопасное ли? Уже полгода студенты Военного института Киевского национального университета отслеживают такие страницы. Таких ресурсов в сети немало, и, к сожалению, военные не всегда понимают настоящие угрозы и опасности. Сбор персональных данных о личном составе и запрещенной информации – вот цель таких страниц. Порой необдуманное распространение фейка в соцсетях может иметь далеко идущие последствия для эффективности армии. Сегодня любой пресс-офицер из зоны боевых действий может получить поддержку Центра АМПМ «Against Manipulation and Propaganda Messages» – «Против манипуляций и пропаганды». Именно такое название получила инициатива будущих военных. Ментор проекта Александр Курбан говорит, что основным толчком к созданию Центра стало собственное исследование, которое показало, насколько угроза дезинформации даже на седьмом году войны продолжает быть серьезной проблемой для обороноспособности страны. А основными элементами борьбы с информационными атаками России должно стать повышение уровня медиаграмотности и развитие критического мышления среди военнослужащих. И оказалось очень интересные и, самое главное, очень угрожающие показатели, которые дали понять, что очень серьезная проблема сегодня в украинской армии именно с этими вопросами, что вопросам информационной устойчивости и медиаграмотности надо уделять очень серьезное внимание. Самое главное, чем курсанты сегодня могут помочь своим коллегам на линии столкновения – это объяснить основные правила информационной гигиены. Также курсанты выискивают фейки о вооруженных силах, опровергают их и проводят тренинги для своих собратьев по оружию. Когда человек понимает, осознает о том, что против него действуют какие-то атаки, он начинает понимать о том, что нужно учиться и нужно уметь их распознавать. Что же молодые курсанты советуют военным? Они подробно объясняют, что, как и в случае с упомянутым телеграм-каналом, не следует делать поспешных перепостов информации. Наглядно демонстрируют, почему не все блогеры одинаково полезны и учат, как защитить информацию на мобильных телефонах и сделать так, чтобы враг не смог прослушивать ваш телефонный разговор. Когда вы нашли какую-то шокирующую новость, то есть у вас какие-то эмоциональные реакции появляются, вы начинаете там звонить родным, вы начинаете постить зрада или там еще что-то. После прочитанной такой информации негативной, надо сесть, остановиться, подумать. Возможно, от тобой манипулируют. Возможно, стоит включить какую-то критическую составляющую своего мышления. Чем больше будет возможностей нашим военным и их родным получать правдивую информацию, тем больше шансов обезопасить себя от вредного воздействия российской пропаганды. Иногда это может даже сохранить жизнь, поскольку в случае с военными пропаганда убивает. Для победы на фронте недостаточно владеть новейшим оружием. Информационное оружие иногда поражает сильнее. Поэтому курсанты советуют не фотографируйтесь на фоне военной техники со своими сослуживцами, не публикуйте видео, где можно услышать команды, звуки техники и сигналы, но и просто мыслите критически. Алла Роднёк, Александр Катируша. Специально для СтопФейк.